Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня готовим ТОП-3 завтраков для всей семьи! Завтраки особенно понравятся детям! Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео! Сегодня с утра я приготовлю веселую овсяную кашу. Сегодня овсянку приготовим немножко по-другому. Сделаем ее жиже. 1 стакан овсянки понадобится, 3 стакана молока и 1 стакан воды, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли и 20 граммов сливочного масла. Для украшения 1 банан, ягоды голубики и красные цукаты. 3 стакана молока и 1 стакан воды смешали и ставим на огонь кипятиться. Как только вода закипела, с молоком добавляем овсяные хлопья, добавляем сахар и щепотку соли. Обязательно сол. Перемешиваем. И теперь не отходим, ждем когда овсянка закипит и провариваем ее 5 минут. Теперь в конце добавляем сливочное масло и выключаем молочную кашу. Когда она постоит еще минут 15, больше загустеет. По густоте овсяная кашка выходит вот такой, прекрасной. Сейчас она еще слегка горячая, нужно подождать. А мы подготовим следующие продукты. Свежий банан очищаем и нарезаем его колечками. Ну а теперь все просто. Сейчас мы сделаем детскую подачу блюда. Сделаем сову. 100% аппетит у моих детей увеличится. Сделаем крылышки. Все с банана. И теперь смотрите, колечки разрезали пополам. И выкладываем бананчики здесь. И не забываем про клюр. С цукатов сделали клюр. Также можно сделать небольшую челочку. Это Влади какашка. А в Викули сделаем бантик. Сверху. Мне кажется, что дети будут в восторге от такого завтрака. Простая овсяная каша будет праздником для детей. У каждого своя порция. Всем приятного аппетита. Готовьте вместе со мной. Следующий завтрак, который я приготовлю. Это трубочки с яйцом и сыром. Очень вкусный и быстрый в приготовлении завтрак. Нам понадобится на одну порцию. Лаваш, два яйца и сыр. Вырезаем с лаваша круг. Он должен соответствовать геометру сковороды. Разогреваем сковороду. Выливаем немного растительного масла. Два яйца посолили. Взболтали вилкой. Ну а теперь на разогретую сковороду выливаем яйца. Разравниваем витаку. Сверху выкладываем лаваш. И подождем немножко. Теперь берем лопаточкой. Поддеваем слегка. И переворачиваем. Посыпаем сыром. Чуть-чуть лаваш подрумянится. И будем сворачивать трубочкой его. Начинаем. Мне очень нравится такой завтрак с чашечкой кофе. Готовится очень быстро. Хорошенько теперь подрумяним лаваш. Потом перевернем еще на другую сторону. Люблю, когда он хрустящий. Детям сделаем немного другую подачу. Так же беру два яйца. Поначалу делаем все так же. Теперь берем, как в первом случае, переворачиваем. Растительного масла меньше. Поэтому немножко с трудом перевернули. Посыпаем половину только сыром. Подождем, когда поджарится лаваш. И свернем его пополам. Детям так удобнее кушать лаваш. Он не такой толстый. Берем и переворачиваем. Соединяем две половинки. Вы выбираете для себя любой способ приготовления. Завтрак готов. С хрустящей корочкой. С тянущимся сыром. От этого завтрака невозможно отказаться. Всем приятного аппетита! Сейчас я вам покажу, как я готовлю какао для детей. Вы меня очень просили рецепт. В кастрюлю налила пол-литра молока. Добавляю воду. У меня здесь отмерено 300 мл. 150 мл добавляю в молоко. И ставлю массу на огонь. Дальше. Все делаем по вкусу. К двум столовым ложкам какао. Я добавляю щепотку соли. Две столовые ложки сахара. Самое главное, хорошо перемешать какао с сахаром. Чтобы не было крупинок какао. И теперь добавляем оставшуюся воду. И перемешиваем до однородности. На самом деле, этот напиток очень любят дети. И он готовится проще простого. Я, конечно, с утра пью кофе. Муж иногда кофе. Иногда с детьми пьет какао. Молоко с водой начинает закипать. Это видно. И выливаем теперь нашу массу. И размешиваем. Сегодня я добавила немного больше какао. Ну, в общем, здесь можно экспериментировать много раз. Кто-то добавляет больше сахара, кто-то меньше сахара. Вы делаете напиток на свой вкус. Закипело. Еще раз перемешала. И какао готово. Сегодня буду готовить веселые бутерброды с яйцом зайчики. Для начала вам нужно пожарить яйца глазунью. В негорячую сковороду с растительным маслом. Я вбила яйца. Посолила. Накрыла крышкой. Яйца готовы. Выключаем. Ну, а теперь готовим любимый завтрак для детей. Берем ломтик хлеба. Вырезаем формочкой. Круг вырезали. Теперь берем яйцо и также этой формочкой вырезаем круг. Перекладываем на хлебушек. И так я делаю 4 порции. Ну, а теперь осталось лишь нарезать декор для оформления. Наискос нарезаем свежий огурец. Владик у меня очень любит свежие огурцы. Берем помидорчики, сливка. И срезаем вот так край. Редис нарезаем кружочками. Черные маслины также нарезаю кружочками. Они у меня из морозилки. Обычно мы маслины не едим. Я только использую их в оформлении. Сейчас покажу на одной порции, как мы будем подавать нашу яичницу. Я думаю, все знают, что дети любят глазами. Поэтому сегодня я удивлю своих детишек. Осталось добавить немножко усиков из зеленого лука. Также у меня есть отварная морковь. Я нарезала ее слайсами. И сейчас сделаю треугольную морковь. Для деток это будет много радости. Такое оформление. Да и взрослых заставит улыбнуться такой завтрак. Всегда все заранее планирую. Чем кормить своих деток. Чем кормить мужа. Сюрпризов у меня не может быть. Идеально, конечно, бы подошла зелень петрушки. Но нет. Есть только укроп. Вот так сегодня я подаю на завтрак яичницу. В виде веселого зайчика. Всем приятного аппетита. А возможно, кто-то скажет, что это и мышка. Завтрак готов. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на наш семейный канал. Дружная семья. Ссылка под видео. И не забывайте, что видео на канале Готовим с любовью выходят ежедневно. Делитесь моими видео с друзьями. Для меня это лучшая благодарность. С вами была Ира. До новых встреч. Пока-пока.